Сбор в национальной команде для этих ребят уже привычное дело. Рязанская школа джиу-джитсу – одна из базовых в стране, что, собственно, и доказал Декабрьский Кубок России, который даже всегда критично настроен, и тренерский штаб называет сегодня успешным. Порадовала Валерия Романова, она стала серебряным призером соревнований. То есть поборолась выше своего уровня. Якушкина Маргарита опять, да, она у нас выступает в обоих дисциплинах, и в боях, и в борьбе лежа. И там, и там стала чемпионом. Маргариту Якушкину уже сейчас называют восходящей звездочкой небосклона джиу-джитсу. Совсем еще юная спортсменка, ей всего 18, выходила на татами во взрослой категории, в дисциплинах файтинг и неваза, и не оставила шансов никому. Как говорит сегодня Маргарита, мотивация была запредельная. Для меня этот кубок, эти соревнования были очень важны, потому что на них я выиграла у тех соперниц, которым проиграла на предыдущем турнире. Для меня было очень важным, ну так скажем, сделать работу над ошибками. И я очень рада, что мне удалось это сделать. Рязанец Андрей Спиридонов – боец опытный. Серебряный призер чемпионата России и бронзовой Европы, финальный поединок Кубка России провел не так, как задумывал. С самого начала боя Андрей захватил преимущество и перевел соперника в партер, но секундная заминка и потери концентрации стоили ему золотой медали. Да, я пересматривал видео. По-моему, мне не нужно больше работать над техникой. Силы хватает, буду больше стараться уделять внимание, больше техники. Конкуренция в джиу-джитсу не позволяет победителям почивать на лаврах. Залог побед, как правило, нюансы, исправить которые время у рязанцев еще есть. И к февральскому чемпионату страны в Санкт-Петербурге подойти во всеоружие. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».